Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 36, внешне выгляжу неплохо, моложе своих лет. В разводе почти 6 лет. Ну, интересно, что вы говорите про свой внешний вид. Вот, про свою внешность вы говорите. Это интересно. Это может быть связано с тем, что вы уделяете значение своей внешности. Это может быть связано с тем, что вам как-то кажется, что именно внешность поможет вам выстроить отношения. Вот, и это в то же время показывает нам, что, возможно, вы устраиваете отношения несколько поверхностно. Вот, почему? Потому что, ну, на внешности. Вот, и через интернет тоже. То есть, как бы, но об этом чуть позже. Дальше. Вы пишите, что в разводе 6 лет. Развод – это психологическая травма, которую нужно прожить. То есть, ее нужно прорабатывать со психологом для того, чтобы влияние этой травмы не распространялось на вас сейчас в настоящем. Моя мать не первый раз говорит, что я вряд ли кого еще встречу. Говорит, что за 6 лет у меня не получилось этого, так и сейчас не получится. Собственно говоря, какая разница, что говорит ваша мать? Ну, то есть, если вы и есть ваша мать, у вашей матери своя жизнь, у вас своя. Вот. Ваша мама может говорить вообще все, что угодно, потому что она взрослый человек, и у нее есть свое мнение на все, что угодно. Да? Вот. Так что? Ну, говорит и говорит, это ее мнение. А то, что у меня кто-то был и с ними не сложились серьезные отношения, знакомства через интернет, она как будто бы попрекает. Говорит, были у тебя, так ты с ними не смогла. Ну, вам не кажется странным, что вы пытались построить так называемые серьезные отношения через интернет? Интернет, где люди, ну, в общем-то, настроены друг другу довольно-таки предметно, объектно. Вот. Ведь серьезные отношения выстраиваются не так. Серьезные отношения выстраиваются на основе совместного опыта, совместной деятельности, совместных интересов, совместных впечатлений, совместных целей. И так далее. То есть, на основе взаимодействия личностей, а через интернет взаимодействия личностей. Хоть и возможно, но в очень ограниченном, в очень ограниченной форме. Вот. Поэтому, ну, не кажется ли вам странным, что вы хотите серьезных отношений, но через интернет? Вообще, люди знакомятся через интернет, как правило, тогда, когда боятся сближения, боятся, вот, имеют слабые личные границы. Ну, и в вашем случае, очевидно, это последствия развода. Еще, еще один важный момент, для чего вам серьезные отношения? Возникает, возникает ли вам, что то, что вы хотите из серьезных отношений, это больше про безопасность, про определенность вашу. Но только через мужчину. Потому, у вас же не получается отношения построить. Не потому, что кто-то там недозрел, а потому, что вы пытаетесь удовлетворить свои потребности только через мужчину. Дальше. Она попрекает этим, говорит, говорила, были у тебя, так ты с ними не смогла. Но, опять же, это мнение вашей мамы. Она имеет на него право. Эти мужчины просто не хотели серьезных отношений, не дозрели до семьи, и потому не сложилось. То есть, правильно ли я понимаю, что вам в мужчине интересны только перспективы семьи и серьезности отношений? Скажите, пожалуйста, а вот эти самые серьезные отношения вы на каком фундаменте будете строить? На основе чего? Если вы центрируетесь на семье и на серьезности отношений, вы эти самые отношения на чем будете строить? На основе чего? На основе общих целей? Ну, хорошо. Допустим. Допустим. А в таком случае, как-то вот странно получается. Кажется, не находите вы, что мужчина, да, который хочет вроде как семью, да, при половине, идет в интернет, искать в интернете девочку для семьи. Знакомиться с кем-то, не зная, кто это, да? Ну, то есть, вот, понимаете, понимаете? То есть, давайте ответим себе на вопрос честно. Вы правда считаете, что человека для построения семьи нужно искать в интернете? И какая у этого вероятность? А еще. А что это будут за отношения, где единственная цель – это построение семьи? А что будет после того, как семья построена? Дети? Хорошо. Что будет после того, как дети будут, ну, появятся дети? Не кажется ли вам, что несколько под сомнением находится счастье, реализация и свобода человека в отношениях, где единственная цель – это построение семьи? Дальше. В общем, очень неприятно все было это слышать. А скажите, пожалуйста, вот, вы говорите, что вам неприятно. А как именно неприятно? То есть, вас это задевает, вас это как-то подавляет, да? Просто, если вас это задевает, то я бы сказал, что очевидно потому, что где-то вы с этим согласны, где-то вы считаете, что это действительно так, но не принимаете этого. Понимаете? Понимаете? Понимаете, какая штука? Вот. Еще один момент. А косвенно, косвенно вы об этом говорили с моим коллегой, вот, но я хотел бы отметить. Вот, пока не забыл. Вот вы сказали, что, да, я выбрал этих мужчин, потому что хотелось любви и отношений. Ну, вы сказали, что на начальном этапе не сложилось, потому что, вот, они не готовы, да, были? Но вы же все равно как-то их выбрали. Это раз. Два. Почему вы считаете, что мужчина, который подходит вам для любви и отношений, в перспективе не сможет создать с вами семью? Это второе. И третье. А что такое любовь и отношения? Аноним. Вот, вы говорите, выбрал этих мужчин, потому что хотелось любви и отношений. То есть, не потому что вам человека хотелось счастливым сделать другого. Не из избытка вы искали отношения, но из дефицита. Потому что у вас не складываются отношения, потому что вы находитесь в них в состоянии дефицита, когда вам чего-то не хватает. Отношения складываются тогда, когда человек находится в избытке. Понимаете, в избытке. И формировать избыток у себя вам необходимо. Для чего, собственно, и предлагается психотерапия. Так что такое, хочу любви и отношений? Это как? Это выглядит так, что вы не любите себя, и вам нужно, чтобы вас кто-то любил. Отношений вы хотите, это выглядит так, что только с кем-то вам может быть хорошо. То есть, есть вопрос по поводу того, принимаете ли вы себя полностью такой, какая вы. То, что вы говорите про свою внешность и говорите, что выглядите моложе, вызывает сомнения на этот счет. Насколько наполнена ваша жизнь, насколько вы реализованы, да? Вот. Как так вышло, что вам нужна помощь с сыном, да? Ну, в смысле, я не знаю, сколько ему лет, конечно, но что-то мне подсказывает, что он уже не маленький, ему больше пяти. Так, когда я высказал, я давно собралась и уехала, сказала, чтобы я ей больше не звонила, хотя эти неприятные вещи говорила она. Это про маму вашу. Что именно вы ей высказали, не очень понял, но очевидно совершенно, что ваша мама не привыкла, чтобы вы ей возражали. Совершенно очевидно, что она считает, что вы ей должны. Вот. А для вас это неожиданность, для вас неожиданность, то, что она так поступила. Насколько же хорошо вы знаете свою маму тогда? Что вы думаете об этой ситуации? Ну, сказал. Как дальше себя с ней вести? Чтобы вести, чтобы что? Цель-то какая? Цель-то какая? Чтобы как довести себя с мамой? Нужно сначала разобраться в себе. Сформировать свою позицию. Вот. Установить личные границы. Приоритеты. Да. И потом уже общаться с кем-нибудь, с кем-либо. Она мне помогала с сыном, теперь разобиделась, хотя обидно было мне сделать вид, что больше со мной общаться не хочет. Ну, я не думаю, что она с вами больше не хочет общаться. Я думаю, что пройдет время, она вернется. Скорее всего, она ждет, что вы будете просить у нее прощения. Ну, а вам с вашей обидой нужно поработать, потому что обида, как я уже сказал, с одной стороны, это то, что человек не принимает в себе, а с другой стороны, это определенные ожидания человека от других людей. Вот. Дальше. Дальше. Так. Эти двое мужчин в серьезных отношениях не хотели. Вот. А я об этом говорил уже, что вы пишите, вам хотелось любви и отношений, но эти двое мужчин серьезных отношений не хотели, пишите вы. Это противоречие, потому что вы могли теоретически получить любовь и отношения, не обязательно серьезные, от этих двух мужчин. То есть, получение любви и отношений не обязательно связано с серьезными отношениями. То, что вы выбрали таких мужчин не случайно, это связано с тем, что вам не хватает импульсивности, вам не хватает риска, вам не хватает эмоциональности в своих действиях, вам не хватает геткости в поведении, вы излишне серьезны. И в целом вы, по-видимому, очень мало балуете своего внутреннего ребенка, оправдывая это тем, что у вас у самой ребенка. Речь не об этом, а об обесценивании негатива мамы. А что с обесцениванием и негатива маму можно сделать, если она, скорее всего, ведет себя так не впервые? Вы либо принимаете ее такой, какая она есть, либо нет. А помните, что у меня ничего не получилось и не получится. Слышите такое очень неприятное. Ну, понимаете, с точки зрения психологии, если это неприятно слышать вам, то в первую очередь проблематика это ваша, а не человека. И, на мой взгляд, да, вы можете сказать об этом человеку, сказать об этом маме, что вам неприятно, что вам больно, что вы хотите более деликатного общения с ней и так далее. Вот. Но нет никаких гарантий, что она, во-первых, вас услышит с первого раза. А во-вторых, для того, чтобы вот подобный возымел эффект, нужно повторять это не один раз. Да? Вот. То есть, приучать человека с вами общаться. Приучать человека с вами взаимодействовать. То есть, вам нужно учить, учить людей тому, как с вами общаться. Вот. Вот в этом может помочь психолог. Хотелось поддержки и понимания вместо критики в очередной раз, когда и так неприятно на душе. Ну, вот вы сами говорите, что в очередной раз. То есть, почему-то вы думаете, что в этот раз все будет по-другому. То, что вам хочется поддержки и понимания, супер. Почему именно от мамы? Для этого есть друзья, для этого есть подруги, знакомые. Для этого есть комьюнити определенная. Ну, вот. Которая даст вам то, что вы хотите. Почему именно мама? Не привязаны ли вы к маме, случайно? Если вы привязаны к маме эмоционально, не сепарировались от нее, например. Ну, слияние могло произойти после развода, либо не прекращалось оно. Это объясняет, почему вы, а, развелись, б, не складываются отношения с другими мужчинами, потому что вы находитесь в позиции дочери своей мамы. Дочь своей мамы не может построить отношения с мужчинами, потому что она не ведет себя как взрослый человек. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь, не затягивайте. Спасибо. 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 Спасибо.